Сегодня в Минске состоялся розыгрыш 45-го тура народной игры «Удача в придачу». Юбилей отметили с размахом. Победителям достались больше 100 тысяч призов. Главный из рук народного артиста России Дмитрия Маликова. Он прилетел из Москвы на юбилейный розыгрыш. Большую удачу посетила Андрея Потаенко из Могилёва. Еще на трех автомобилистов в стране стало больше. Новые внедорожники у Марии Новиковой из Климовичей, Брещанки Нины Максимовой, а Анастасия Карповича из Минска на последних секундах прямого эфира успела добраться до студии и получить ключи из рук композитора. В придачу диск с автографом и поцелуй. Это было очень неожиданно. Новый автомобиль. Артист Дмитрий Маликов. Да, да, как раз у нас в семье поломался автомобиль. Это просто вот... Это очень здорово. У нас в России не хватает такой акции. И, честно говоря, я бы ее сделал. Потому что, как мне кажется, это очень стимулирует. Ну, вообще, и настроение, и покупки. И все довольны. Довольны и те, кто продает, и те, кто покупает. На этом сюрпризы от Евроопт не закончились. Дмитрий Маликов не скупился на автографы и делал селфи со всеми желающими покупателями ЕСити. Дима Маликов приехал, поэтому здесь в ЕСити очень хотелось увидеть, так как он очень деткий гость у нас, к сожалению. Вот автографы собираю. Уже в понедельник победители получат ключи от квартиры в Минске и новых автомобилей. Крупные денежные призы по традиции вручат победителям 45-го тура игры в следующую субботу во Дворце Республики. А тем временем Евроопт готовит новые сюрпризы. 18 ноября розыгрыш 46-го тура игры «Удач в придачу». На кону крупные денежные призы, три внедорожника и квартира в престижном районе столицы. Продолжение следует... Продолжение следует...